здравейки ребят вы на канале ford mac ну что же обзор на первую главу девятой части жижи наконец-то она вышла слава ж те богу ждали на самом деле так уж и долго потому что порой ораки говорится требовался хороший перерыв особенно после 10-летнего жижи ли он это 10 лет писать и он заслужил отдых хотя все дед все равно не отдыхал занимался своим журналом джорджу магазин писал про рохана очень даже хорошие истории везде там где только можно участвовать дед короче вроде отдыхала вроде нихера шо ж такое работящий сукин сын но давайте узнаем мнение баки по поводу того что же у нас в этой замечательной первой главе который считаю одним одним из лучших начал вообще джорджу один лучших стартов новой части это за последние наверное несколько частей вот кому как но по мне вышло охрененно давайте смотреть поехали спустя примерно полтора года ожиданий мы дождались девятая часть невероятных приключений джорджа д джорджу лэнс любимая для меня и многих других франшиза наконец-то продолжилась в этом видео я бы хотел вместе с вами поговорить о вышедшей первой главе поделиться впечатлениями мыслями и так далее ну и давайте начнем манга нас встречает двумя цветными страницами на 1 араки вновь поясняет нам что такое стенды возможно дед думает что за полтора года мы забыли это нет скорее это делается для новых читателей потому что фишка то в том что многие люди которые знакомятся с жижей начинают ее читать да с рандомной части с 6 4 5 7 и в этом ты прикол как говорится чтобы люди более-менее как сказать могли понять вот поэтому ты прикуда самом деле джорджа что не учитывая некоторых момента там с семьей же старый и парочка деталей можно почти любую часть начать читать вот буквально в любом порядке нужен мир седьмую или пятую и без разницы принципе более менее все понять на этой странице изображены стенды из предыдущих частей а вторая демонстрирует нового главного героя джодио джостера впервые услышав это имя я посчитал его несколько странным не только из-за того что в нем есть часть диво она мне просто показалось несуразным что ли но я уже к нему привык она хотя бы оригинальная они по отчасти да на самом деле радостно что у тебя нас есть новый жижи жижи жизни просто про милимата мозги мемами особо упорные люди в этом vk однако это первый джорджу с оригинальным именем но имеется в новой вселенной и честно скажу я этому рад реально рад я каждого ждала что я ждал что его назовут же там я не знаю джорно но но и кстати придираются к этому имени типа джодио типа что он этого имени существует но при этом как бы никого не смущает что существует джорно и как хотя такого имени джорда вообще не существует она используется в приветствии больше слова кто использовал итальянском приветствии теряет имена ггс предыдущей вселенной на следующем фрейме показано новое место действия остров оаху расположенный на гавайях после этих страниц начинается история в которой новоиспечен и джодио со своей сестройной ой 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 гай ораки я почти повелся я уже думал сделать ее своей персональной вайфу Ах, дед. Ладно, продолжим. История, в которой Джодио со своим братом натыкаются на неприятности в виде полицейских, один из которых оказывается... НЕХОРОШИЙ! Происходит конфликт, в котором Джодио вступается за своего брата, которого полицейский принял за девушку и, пользуясь своим статусом, начал лапать. Ох, ля, как нарисовано-то, однако. Хорошо, ля, немножко похоже всё-таки на Давида. В контуре чё-то потолще, но в целом охрененно нарисованное. Время этих событий нам представляют стенд Джоджо «Новембер Рейн», являющийся отсылкой на одноимённую песню «Ганс эн Роузес». И стенд его брата Драгона. СМУЗ ОПЕРАТОР, ОТССЫЛКА НА ПЕС... Оперейтерс. Ну, ладно, всё равно хорошо звучит. Песню группы Сейд. Пока что способности. Ну, опять же, очень много проблем с произношением. Вообще, как бы не Сейд, Сейд, по-моему, по-английски, у нас её называют ШД, но, блядь, я до сих пор, честно, не понимаю, как это, блядь, работает. Стенды Джоджо не совсем ясны. Но, судя по названию песни, на которую сделана отсылка, и на то, что нам показали в манге, его способность — это какой-то особый дождь с разными свойствами. А вот со стендом Драгона... Почему я всё время хочу называть его Дагоном? А вот со стендом Драгона всё более понятно. Его способность заключается в видоизменении различных объектов, что, на мой взгляд, является крайне крутой и полезной способностью. Она мне чем-то напоминает витамин Си из Джоджо Леона. Ну, кстати, реально чем-то похоже. Вообще, заметил, что стенд у Джоджо похож на витамин Си. Что по свойствам. У Драгона похож на витамин Си из-за вот этого перемещения предметов, как буквально даже по коже, по металлу, по чему угодно. Походу, Араке слишком понравился витамин Си. You're losing, you're losing your vitamin C. You're vitamin C. Вернёмся к сюжету. По итогу потасовки выясняется, что у полицейских действительно был повод остановить главных героев. Ведь они отправляются на кое-какую незаконную сделку, предварительно взорвав полицейскую машину. Кстати, я заметил, что Араке всё больше отходит от своего традиционного, я не знаю, способа рисования бэкграунда. Нет, я понимаю, что там наверняка у него есть люди, которые занимаются бэкграундами тоже, но, честно, всё стало больше выглядеть, как, я не знаю. Более как-то схематично во многом, что ли. Раньше как-то вот ты смотрел и видел, что это всё-таки ручная рисовка. Здесь это больше, знаете, похоже на какую-то... Ну, типа ксерокопию бэкграунда города. Ну, наверное, просто, я не знаю, там, новые, а те, как вы... Наверное, он поменял себе ребят, потому что раньше-то у него работали вообще другие люди, которые занимались бэкграундами. Наверное, просто, как говорится, свежая кровь отрабатывает свой Локилэндовский товар. Джодио и Драгона приезжают на свалку автомобилей, на которые совершают продажу запрещенных веществ. Тут мне сразу вспомнилась похожая сцена из Брейкинг Бэт, в которой главные герои продавали свой запрещенный товар точно так же, на свалке автомобилей. Не знаю, намеренно ли Араке сделал свою сцену похожей на ту, но, думаю, за отсылку это можно считать. Ну, а кто знает, Араке много чем вдохновляется, так что... Слушайте, у него, блин, буквально, блядь, в седьмой части была отсылка на криминальные очки. У этого деда ничто не остановит. И тут повествование переходит в руки главного героя. Он начинает рассказывать о своей жизни, семье, где учится... Ну, вообще, как бы он начинал с самого начала. То есть, по факту, во многом, вся эта глава... Вся эта глава... Это, по сути, влево монолог. Типа монолог о механизмах, о жизни, о семье. И мне он, блин, нравится тем фактом, насколько же во многом Джодио... Чёрт подери. Такой, знаете, эгоистичный, такой немножечко... Ну, не знаю, самодовольный парнишка, который прям вот чувствует, что он крутой, что он своими, как говорится, механизмами, поддержкой матери и прочим, он такой весь себя пацанчик крутой, тщатенький. И он добьётся кучи бабок. Типичный, малолетний. Назвал бы его дебилом, но нет. Неплохой такой пацанчик. Чем зарабатывает и так далее. Параллельно демонстрируя новых персонажей. Но в момент рассказа о школе, Джодио начинает говорить о механизмах. Что? Механизмах жизни. И о том, как они на неё влияют. В пример он приводит себя и другого парня из своей школы. Из-за того, что Джодио с детства работал бегунком, не был болтлив, выполнял работу без косяков, его с семьёй начали уважать. И не доставляют им никаких проблем. В то время, как другой парниша со школы лишён всех этих преимуществ. Его матери никто не поднесёт сумочку. Дети на улице проигнорят её. Он нервничает и побаивается каждый раз, когда заходит в школьный автобус. Он никак не пытается поменять свою жизнь. Не пытается завоевать уважение окружающих. Он лишь ходит в школу, надеясь, что в этот раз его не тронут. Джодио уже с 11 лет добивался расположения в этом городе. Хоть и незаконным образом. Ну, как-никак. Но на самом деле, очень неплохая такая, так сказать, философия. В принципе, интересно. Но куда дальше перерастут эти механизмы? Просто у меня такое ощущение, что, походу, перерастёт во что-то сродни того самого потока, который нам показывали в восьмой части, о котором говорил наш замечательный многоуважаемый батя. Вот, серьёзно, по-моему, Норриски говорил про поток. То есть, вот поток удачи, поток происходящих событий, и как раз-таки вот поток этого бедствия. Кстати, мы вчера выяснили интересный факт по поводу Норриски и по поводу Гайфи. Ну? Смотрите, ребятки. Это для тех, кто шарит за Эсбар и за то, что... И кто читал в мимой книге, видите? В конце Эсбар было сказано, что Джонни женился на Арине. Ну? Арина, она Хигашиката, она дочка, по-первых, Норриски. И так как в Гайфе есть частичка Киры, то это получается, что в какой-то степени, так как Кира тоже, у неё тоже ещё откроют Хигашиката, то получается, что технически в какой-то там части Норриски для него родной... Ну, то есть, ну... Ну да. Норриски для него как родной. А части так. Механизмы. Они универсальны. С ними можно одолеть любого врага, даже не начав бой. Механизмы пропадают, ломаются, не приносят богатства. Таков главный закон нашего мира. Дальше нам демонстрируют ещё одного персонажа. Пако Лавлантес. И его стенд The Hustle, являющийся отсылкой на песню Вана Маккоя. Способность которого является... Шикарная песня. ...присасывание предметов к... Не совсем. Это не столько... Вот многие, знаете, не различают разницу между стендом, то есть, в которой есть форма, и способность, который просто как-то, так сказать, использует части тела или какие-то предметы. Вот условно, как Surface из четвёртой части и из той же четвёртой части Love Deluxe, который по факту просто является способностью, что управляет волосами. Вот так же и тут он по факту просто управляет своей кожей и мышцами, которые могут незаметно прихватывать различные предметы. Своему телу что-то в этом роде. Пако пытался стащить кошелёк одной женщины, но был пойман Драгоной и Джодио, в магазине которых он и находился. После в магазин приходит ранее показанная в школе директриса, которая, как оказывается, является инвестором этого магазина, а также боссом наших главных героев, включая Пако. Она сообщает им, что для них появилось задание украсть алмаз стоимостью в 6 миллионов долларов, который находится на вилле одного японца, который снял её на другом острове, а сам отправился на Оаху. И хоть главные герои получат всего 2% от стоимости алмаза, они таки соглашаются. Но всё равно это такие знатные деньги. Там где-то, по-моему, сколько Джодио описывал? Где-то 30-40 тысяч долларов. Это уже не маленькие деньги. Но перед концом главы, босс сообщает о том, что к нашим главным героям присоединится ещё один участник. Человек, который ранее покупал у Джодио и Пако запрещённые вещества. И на этом первая глава... Или проще говоря... Глава заканчивается. Что я могу сказать? Первая глава мне очень понравилась. Она действительно хороша. Интересный сеттинг тропических островов. Подпольный бизнес, в котором участвуют главные герои. Под конец главы я словил вайп Брекинг Бэт уже не только от сцены на свалке. Вся глава ею пропитана, что мне, несомненно, нравится. Новый главный герой тоже радует. Когда только нам представили его дизайн, мне и многим другим он сразу же напомнил Джорно. Юнец, что разбогатеет на субтропических островах. Это же реально наш мафиозник. Но только в этой вселенной он с характером. Чем так же отсылается на Джоски с четвёртой части. Чуть-чуть. Мне сказали, даже по своей говнистости он чем-то похож на раннего Джонни, который на своих скачках словил очень мощную звезду. Драгона тоже интересен. Не только тем, что он трап. До выхода главы, когда на тизерах была видна яхта с Джоджо и какой-то девушкой, у меня промелькнула мысль. Блин, а было бы прикольно, если бы в этой части было сразу два Джоджо. Брат и сестра. И можно сказать, что я предсказал это. Отчасти. Хотя у нас тут брат и трап. Эм, и брат. Пока же мне надо. Вот не убивают, как многие люди с этого охереть, что типа, трап в Джоджо, как так можно? Но при этом никого не удивляли. Шутки из шестой части про трапов. Буквально изменение дизайна нашего замечательного Анасуя. То есть трапы удивляет. При этом, не забывайте еще одну вещь. В Джоджо уже буквально были, черт подери, гомосексуалы. Буквально. Это у нас это, Сарбет Джилат и Цана Сквава из пятой части. И черт подери, сколько? 12-летний мальчик в девчачьей одежде. Чертов Цуруги. Я думала, Цуруги 9. Ну, я не помню, сколько и 12, и 9, не помню. Я думаю, 9, потому что типа там как раз таки до 10 лет. Ну, просто, блюсь, это не удивляло. А вот это сразу же все, шок. Как так можно? Да, фанатам Джижи никогда не угодить. Они просто расстарались, что минус одна вайфа. Минус еще один пунктик, на который можно понаяливать. Помнил Мисту, хотя местами он был дерзок, как Абакио. А вот Мэрил Мэй Ци, это фем-версия Польпа? Хотя нет, совсем другая. Я даже не могу вспомнить кого-то похожего. Напишите в комментариях, кого она вам напоминает. Про него... Мне тоже трудно что-то сказать. Он мне также напоминает Мисту, но более легкомысленного. А также, наверное, Наранчо. В целом, вся глава, как я уже... Это просто Пингай, блядь. Он сейчас внезапно там, не знаю, нападет на кого-нибудь Челла, блядь. Вызовет Саламандермен, они его, блядь, задушат. И потом будут напевать, я не знаю, Дора де Экспора. Дора де Экспора. В Агнеровне, а что если на самом деле у Челла будет так сценно называться? Блядь, чел с отсылкой на это... На Пинг Сизм. Или на Джо, это... На Джоджи. Если на Джо... Ой, блядь, это вообще будет разрыв. Я после этого буду Араги... Не просто богатворить и считать его, я не знаю, повелителем в Сияманге. Это... Это все бы, это будет разрыв, если там реально будет отсылка на это Филфи Фрэнка или Джоджи. Творил мне очень понравилось. Шикарный рисунок Араки, Бизарность, Ну и... Еще дед решил вставить пару отсылок на реальный мир. Хы. Также не забываем про Рококаку и надеемся на возвращение морячка из восьмой части. Интересно будет увидеть его новый дизайн. Ну а пока что мы имеем завязку для первого приключения наших главных героев. Ждем продолжения и надеемся, что эта манга не растянется на 10 лет. Кстати, раз уж стартовала девятая часть, значит и я буду обязан сделать по ней фан-опенинг. Если что, опенинг по СБР я рисую, не переживайте. На этом у меня все. Уважуха, сразу же уважуха. Ставьте в комментариях свои впечатления от первой главы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, куда вы можете присылать свои фан-арты. А также, если хотите, можете поддержать меня на Donation Alerts и Boosty. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok за реально очень достойное, хорошее видео. Плюс еще с наличием, как говорится, отсылочек. Кстати, вот фрагмент с нарисованным Джодио был охренительно сделан. Реально очень хорошо. Что я могу сказать? Я очень жду реально новой главы, потому что Арраки, черт подери, сукин сын, подогрел снова интерес. Я думаю, что все, после Желлиона, ну будет хороший, будет хороший выпуск. Будет хорошая часть. А я в итоге, блин, я прочитал, я такое чувство, будто меня, не знаю, адреналина вколол. Я потом эту главу еще раз 5 или 6 перечитывал. И каждый раз просто охуевал с того, насколько это хорошо сделано. Вот смог, дед, многие думают, что, типа, все, Арраки уже выдохся, не может он удивить. А берет, сукин сын, и удивляет. Хотя это уже девятая часть, а Джорджу идет уже больше 30 лет. Стоит поучиться многим мангакам. Вот такому вот подходу. В целом, очень жду 17 марта или 16 марта, когда выйдет новый выпуск. Поэтому держу кулачки. Уже восторгаюсь этим красавчиком, которого, как говорится, уже от скуки накалякал. Так что, в целом, ребята, спасибо Баки. Поддержите обязательно автора регионала. Он заслуживает за проделанную работу. Лайк. Не забывайте, конечно же, про подписочку. Можете здесь лайк и дизлайк поставить. Само собой, комментарий. Можно немножечко колокольчик подергать, чтобы не упустить новые акции из виду. И спокойной вам ночи, дружки-пирожки.